Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Владимир Офисенко, политолог. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Сегодня будем говорить на такие темы. Зеленский и Путин могут встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Путин точно введет военное положение и кого заберут на СВО умирать за этот диктаторский режим. Об этом, обо всем мы поговорим сразу после, только ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю таблицу интервью, короткие вопросы, короткие ответы. Три вопроса от украинцев, три от россиян, чтобы понимать, чем они сейчас живут. Начнем с россиян. Там всегда интереснее вопросы. Почему я должен умирать за Путина? Пусть дальше умирают буряты. Если вы не хотите умирать, то надо менять власть в России. А если это сделают буряты, может быть, это будет для вас не самый оптимальный вариант. Польша готовится занять Западную Украину или захватить? Это абсолютная чушь. Пока что не готовится, а реально захватила часть территории Украины и стремится сохранить оккупацию этой территории. Более того, даже аннексировала эту территорию Россия. В роли оккупанта выступает не Польша, а Россия. А Россия вот этой ложью, этими фейками пытается отвлечь от внимания от своих агрессивных действий, нарушающих международное право. После чистки предателей в армии, кто спасет нас от поражения? Это россиян? Да, да. Никто. Три вопроса от украинцев. А кто заменит Путина, если вдруг его не станет? Формально должен заменить Мишустин. Премьер-министр, который должен исполнять обязанности президента до момента избрания нового президента. На самом деле для нас это не принципиально. Для нас гораздо важнее, чтобы закончилась эта война, но закончилась уходом России с нашей территории. Кадырову до сих пор платят отступные? Ему платят не отступные, ему платят дань. Вот это принципиальная разница. Вся Россия, включая Путина, платит Кадырову дань. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которым я озвучивал раньше. И вот мы поговорим, недавно появилась такая новая, что Зеленский и Путин могут встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент Эмиратов планирует организовать встречу между Зеленским и вот этим вот диктатором. Появление этой информации не в каком-то известном издании. Не важно, там, американском, английском, немецком. А в малоизвестной ливанской газете порождает немало скепсиса о том, что это серьезно. Это может быть зондаш, то есть может быть слив. Вот таким образом в Объединенных Арабских Эмиратах проверяют, а как отреагируют. Но заметьте, это даже не в Аль Джазира появилось в всемирно известном арабском информационном агентстве. Нет, это появилось вот в такой малоизвестной, причем именно малоизвестной ливанской газете. Поэтому, может быть, это просто дешевая сенсация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Поэтому я пока очень скептически воспринимаю эту информацию до того момента, пока она не будет подтверждена официально. Что касается самой встречи, на мой взгляд, вероятность этой встречи в обозримой перспективе крайне мала. Я бы мог сказать, вообще невозможна эта встреча. Но я привык действовать по правилу, никогда не говори никогда и всегда. Теоретически может быть все что угодно, теоретически. Но практически, напомню, в Украине действует официальный запрет, это решение руководства страны о том, что с Путиным переговоров не будет. С Россией переговоры возможны. И периодически технические переговоры по обмену пленными, зерновое соглашение, по некоторым другим вопросам, обмен детей, возвращение украинских детей из российского плена. Переговоры об этом происходят с разными странами и с Россией. Но, на что обращу внимание, как происходят эти переговоры. В абсолютном большинстве случаев речь не идет о прямых переговорах. Это переговоры параллельные, через посредников. Отдельно с Россией, отдельно с Украиной. А посредники состыковывают уже необходимый компромиссный вариант. Давайте предположим, что будут какие-то переговоры в тех же Арабских Эмиратах или где-нибудь еще. Это будет через посредников. А захочет ли поехать или полететь Путин? Не боится ли он, что где-нибудь по дороге его грохнут? Или, не знаю, он выехал из Кремля, а в Кремле быстренько раз и власть поменялась. Паранойя Путина, страхи Путина резко усилились. Они были и до 24 июня. А после 24 июня он действительно боится, что на него могут начать охоту. Что опасность его может подстерегать в любой, как говорят в России, недружественной стране. Или даже, скажем так, нейтральной стране. Потому что, например, Путин отказался ехать на саммит Брикс. В Южную Африку. Казалось бы, дружественная страна Брикс. Это как бы их организация. Да, но Южная Африка подписала устав Международного криминального суда. И сами южноафриканцы попросили россиян, пусть лучше Лавров приедет, а не Путин. Ну и Путин с радостью согласился. Но по Турции тоже. Подождем, вот он поедет, не поедет. Еще одна поездка, которая должна обязательно состояться, заграничная поездка для Путина, иначе будут большие обиды, это поездка в Китай. Поскольку Си Цзиньпин побывал в Москве, теперь Путин должен совершить ответный визит вежливости в октябре. Если это вдруг не случится, ну, китайцы могут очень серьезно обидеться, потому что это не только нарушение дипломатических правил, это будет еще и неуважение к Китаю. А китайцы такого не прощают. А китайцы подписали римское право? Нет, нет, они тоже не признают Международный криминальный суд, Римский устав Международного криминального суда они не подписали. Поэтому тоже в Китае формально Путину ничего не угрожает. Но тем не менее, вот посмотрим. Пекин приглашали, я думаю, это не случайно, это началось еще с конца прошлого года. Целый ряд российских политиков побывали в Пекине, побывал Мишустин. Я уже сказал, что по российской конституции, если что-то случится с Путиным, то до избрания нового президента России обязанности президента будет исполнять нынешний премьер-министр. Дальше, по очередности, после Мишустина Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, тоже недавно побывал в Китае. Как-то это странно выглядит. То есть потенциальные, скажем так, престолонаследники, ну хотя бы по протоколу, вот по этой процедуре замены, замещения Путина, они побывали в Пекине. Поэтому я думаю, что Китай на самом деле присматривается. Побывал Патрушев, который хочет продвинуть на кресло Путина в перспективе своего сына. Медведев там тоже побывал, который тоже мечтает... Который вообще все хочет в российской федерации. Он все там хочет. Знаете, вспоминается известное выражение. Хотеть-то он хочет, да кто ж ему даст. Медведев уже всерьез даже в России и даже сторонники Путина не воспринимают. Но так или иначе, вот эта вот ситуация как бы очень показательная. Я думаю, что Китай сейчас присматривается к российской ситуации. Я не исключаю, что они уже подбирают своего преемника Путина и будут его продвигать. Но Путин пока им нужен. Путин фактически сейчас сливает Россию к Китаю. И Россия быстро превращается в марионетку Китая. Так зачем? Его можно использовать и дальше, а потом может быть поставить своего человека. Путин сливает экономику России к Китаю, а людей своих сливает народ на СВО в Украину. Вот Путин точно введет военное положение. В этом вот сейчас вот и знаю. Сомневаетесь вы или нет? Потому что в Госдуму внесли законопроект поправок, согласно которым РФ отказывается сообщать ООН и Совет Европы о введении военного положения. То есть теперь можно просто ввести военное положение, никого не предупреждать, ничего. Вот завтра захотел и бац, оно есть. Вот бац, будет? Напомню, кстати, что в России приближаются президентские выборы. Должны состояться в марте будущего года. Уже неофициально избирательная кампания начинается. Ну, так пишут разные российские источники. Они любые там поездки Путина, какие-то его выступления воспринимают чуть ли не как начало избирательной кампании. Но так или иначе, вот выборы к ним уже готовятся. При этом уже принято законодательство, позволяющее провести новый этап мобилизации в России. При этом могут закрыть, вот это, кстати, тоже как элемент военного положения, могут закрыть границу на выезд людям, которые подлежат мобилизации. И целый ряд других ограничений прав и свобод. Это тоже возможно только при военном положении. По оценкам российских экспертов, возможно, вот такая новая волна мобилизации уже осенью. Там сентябрь или октябрь. Потому что потери очень большие на войне против Украины. А еще Шойгу хочет закрыть границу с Финляндией. Ну и вообще всю западную границу. А людей-то не хватает. Вся армия, или почти вся армия воюет против Украины. Поэтому нужно новое пущенное мясо. Вот поэтому будут проводить эту мобилизацию. А по сути это тоже элемент военного положения. Так что вот я пока стремяюсь к такому варианту. Путин действует, как всегда, подло и с двойными стандартами. И здесь он может формально и не объявлять военное положение. А по сути страна уже живет в условиях войны. И военное положение, знаете, как в свое время говорили, вот тебе бабушка Юрьев день. Вот россияне проснутся и обнаружат, что уже в стране военное положение. А им никто об этом не объявлял. Не только международным организациям, но и самим россиянам. Вот я к этому сценарию склоняюсь. Путин может действовать именно так. Я, кстати, читал российские паблики. К сожалению, мне нужно что-то делать по работе. И там обсуждают, кого же заберут на СВО, если вот уже многих забрали. Особенно там бедных людей, которые сами шли за деньги. Сейчас говорят, что в России очень много у кого проблемы с кредитами. И вот эти вот люди с кредитами не очень переживают, что их заставят идти воевать. Ну или, как вы говорите, заберут имущество. Потому что к этому уже подготовлена база, законодательная база. Это уже проголосовали, или точнее внесли на голосование в Государственную Думу. Кто кроме кредиторов? На самом деле самые разные группы могут попадать под это. Ну, например, любые нарушители законов. Алименщики, например. Не заплатил вовремя алименты. Вот тебе выбор. Либо едь в зону СВО, да. Либо там будет другая проблема. Вот придется выбирать. Но я назову одну группу. Пожалуй, самую такую проблемную. Дело в том, что те же самые российские законодатели уже проголосовали увеличение границ призывного возраста. У них была идея увеличить призывной возраст. Чтобы не с 18 лет призывали, а только с 21 года. В итоге оставили 18 лет. Но при этом верхнюю планку призывного возраста увеличили до 30 лет. И нет никаких сомнений. Хотя формально закон российский запрещает использовать призывников в военных действиях. Но уже это происходит каким образом? Прошел учебку молодой солдат. И его под благовидным предлогом фактически принуждают подписать контракт. И после этого он прямым ходом едет в зону военных действий. Вот эта группа, я думаю, что будет в первую очередь использована как резерв для участия в военных действиях. Но мы это с вами говорим о том, кого могут принуждать к участию в военных действиях под видом добровольного согласия. А я сказал о мобилизации. Новая волна мобилизации. Юридическая база для этого уже подготовлена. Поэтому в зависимости от ситуации, отхода военных действий в частности, это могут сделать тот или иной месяц осени. А это уже не будет обсуждаться. Там будет обсуждаться другое. Есть у тебя бронь или нет. Вот, кстати, тоже. Сейчас в России идет массовая кампания. Люди ищут себе работу или какие-то виды деятельности, где бы можно было получить бронь от мобилизации. Поэтому мобилизовать могут кого угодно. И разбираться не будут. И это сейчас будет проблема для россиян. Так что я думаю, что осень в этом плане будет, как и в прошлом году, так и сейчас, будет проблемным временем года для многих российских граждан. Пока не поздно, надо выбирать, пока не закрыли границу. Надо выбирать на всякий случай место, как это сейчас в России принято говорить, даже термин придумали, релокация. Надо выбирать пункт релокации, куда переместиться на время, чтобы тебя не мобилизовали. Киргизстан красивая страна, Туркменистан красивая страна. Ну, список можно продолжить, да. Ну, там дешево и тепло. Смотрите, еще все говорит о том, что Путин очень серьезно настроен. Это о том, что зэков раньше заманивали в ЧВК Вагнер. Ну, или как-то там принуждали некоторых. А теперь всех будут принуждать, заставляют идти на контракт. И не в ЧВК, где платят большие деньги, а в армию. Грибу даже женщин. Об этом говорили организации, которые занимаются правами заключенных. И даже уже прозвали этих женщин волчицами. Что вот чуть ли не создается какой-то батальон волчица. Об этом говорят серьезно люди, которые... Зачем там женщины? Объясните мне. Ну, зайчики... Нет, я думаю, что здесь другое. Это уже инициатива Шойгу. У Шойгу продолжается негласное соревнование с Пригожиным. Вроде бы он выиграл политически. Пригожин проиграл, до Москвы не дошел. Шойгу остался министром обороны. Пригожин особо не пострадал на самом деле. Что удивляет, даже изумляет многих россиян. Он 19 лет дали Навальному. Под арестом Гиркин-Стрелков. Абсолютно безобидный Борис Кагарлицкий. Такой левый публицист. Даже политикой не занимался. То есть он не был каким-то оппозиционером. А не в тюрьме. А Пригожин на свободе. Это вызывает недоумение у очень многих людей, даже лояльных к Кремлю. Но неважно. Формально Пригожин проиграл. А Шойгу хочет взять реванш. Он хочет наступать по всем полям, где раньше был и доминировал именно Пригожин с ЧВК Вагнов. В частности, ага, занимался Пригожин с зэками. Вот теперь это парафия Шойгу. Шойгу должен забирать зэков в армию. Но Пригожин лично ездил. Сам бывший зэк. Он знал, как с зэками разговаривать. Ну и фактически там как бы да, в обмен на свободу. А здесь действуют чисто административными методами. Ну и кто его знает. Бог его знает, что там в голове у Шойгу. Но, может быть, он хочет, чтобы была какая-то фишка. Вот какое-то отличие от Пригожинских зэков. Поэтому вот кто-то, может быть, ему подсказал. Давайте сделаем батальон молчиц. Посмотрим, что с этим будет. Но явно Шойгу здесь конкурирует с Пригожин. Кстати, он пытается конкурировать с ним, по данным разных СМИ, на африканском направлении. Говорят, что он сейчас активно продвигает Путину спецпроект, чтобы заменить ЧВК Вагнер в Африке. Той ЧВК, который будет подчиняться Шойгу. И будет формировать сам Шойгу. То есть вот борьба Пригожина-Шойгу, она продолжается в других формах. Лучше бы они, конечно, померились на поле боя друг с другом. Но ничего, раз конкуренция продолжается, значит, проблемы еще будут. Давайте к следующей теме. Не натанцевала, а подарили. Бывший министр иностранных дел Австрии, которая танцевала с Путиным на своем день рождения, кажется. На свадьбе. На свадьбе, на свадьбе, да, спасибо. Поселилась в деревне Петрушево Рязанской области. А чего не на Валдае? Почему не на Рублевке? Почему не в Сочи? Что-то плохо танцевало, на Путина наступало или что? Не знаю, я впервые слышал эту новость, да, но забавный сюжет. Хорошая тема для журналистского расследования. Но я напомню другую похожую тему. В свое время известный актер Жерар Депардье получил российский паспорт. Его даже сделали почетным гражданином нескольких российских городов. Квартиру где-то подарили, уж не помню где, в каком городе. Но что-то не стал жить там, Жерар Депардье. И не слышно, что стало с российским паспортом. Как-то вот не хочет он ехать в Россию, не хочет он жить в России. Во Франции, наверное, ему лучше. Как человек, который бывал в Австрии, могу сказать, но в Австрии жить гораздо комфортнее. В какой-нибудь тихой австрийской деревушке, где-нибудь под Зальцбургом, слушайте, это прекрасно. Владимир, не завидуйте, не надо. Я уверен, что в Петрушево, Рязанской области тоже тихо и красиво. Ну, может быть, не знаю, не бывало, да. Но что ее занесло в такую глухомань? Или она от кого-то прячется? А может быть, по старой русской традиции, ее в монастырь? Раньше русские цари, вот нужно от жены избавиться. Или от любовницы. По-разному бывало. Или там кто-то из родственниц там себя повела неправильно. Что делали? В монастырь отправляли. Может, ее тоже, мы же не знаем. Может, она православие приняла. Может, ее в монастырь отправляют. Поэтому не знаю. Для меня это такая забавная новость, которая говорит о том, что, видимо, может, против нее санкции ввели в Австрии. Ну, в Австрии, да, я так понимаю, что в Австрии просто она себя дискредитировала немножко своей, скажем так, дружбой с Путиным. А скажите, а много ли вот европейских политиков могут переехать в Россию к Путину, которые себя вот так же дискредитировали? Я думаю, не так много. Раньше, да, была такая традиция, но платили за это большие деньги. Поэтому, к сожалению, это называют синдром Шрёдера, бывший канцлер ФРГ, которого все время Путин фактически купил. И вот после этого в Кремле поняли, что это классная политтехнология. Можно покупать бывших западных политиков, в том числе глав правительств, и использовать их в российских интересах, как лоббистов в западных элитах. А заодно такой пример. Будешь с нами дружить, будешь работать на Россию, после отставки получишь очень большой гонорар и место в правлении какой-нибудь российской госкорпорации. К сожалению, это работало. Ну вот кроме Шрёдера, бывший французский премьер Фион пошел по этому пути. Вот эта дама, которая была недолгое время министром иностранных дел. Но после того, как Россия вторглась в Украину, в ЕС официально запретили, ввели запрет. Более того, там ввели целый ряд ограничений, даже, по-моему, кабинет отобрали в Бундестаге или в штаб-квартире СДПГ, Сталдинградической партии Германии, кабинет отобрали у Шрёдера, у которого там был почетный такой кабинет. И фактически, ну скажем так, ввели очень жесткие ограничения. И официальный запрет для отставных западных политиков работать в российских госкомпаниях. Поэтому я говорю, что, может быть, эта дама столкнулась с очень серьезными проблемами в Австрии, поэтому решила в глушь на Рязанщину. Может, она поклонится Есенина, не знаю. Сложно сказать. Для меня эта дама, она, кстати, развелась. Вот, кстати, свадьба с участием Путина счастливой не оказалась. Может, это плохая примета. Так что на будущее западным политикам надо иметь в виду. Прежде чем Путина куда-то приглашать, и не только западным, да, подумайте 10 раз. Плохая примета. Может, плохо закончится дело. Эта дама, возможно, вот будет замаливать какие-то свои грехи. Так что надо следить за ее судьбой. Что-то там странное творится. Если уже вспомнили Есенина, тогда скажем так, шагане ты моя, шагане. А Меркель не принят в Россию? Или вот уже все, не готовы ее россияне принять? Ну, я думаю, что все-таки она не такая меркантильная, как Шрёдер. А потом я вам скажу, вот сегодня буквально прочитал информацию о том, что ей неплохо живется в отставке. 3000 евро потратила только на косметические процедуры. Там маникюр, я не знаю, стрижка и так далее. Это в месяц 3000 евро. Девять человек обслуживают ее, там оплачиваются поездки. Ну, там такой хороший бюджет для бывшего канцлера в отставке. Поэтому зачем? Она, в отличие вот этой дамы, бывшего министра из Австрии, я думаю, что ей хорошо в Германии. В России она явно не хочет, хотя она по-русски говорит. Но думаю, что как-то особенно сейчас, во время войны, в Россию ее явно не тянет. И с Путиным у нее были сложные отношения на самом деле. Другое дело, я не считаю ее политиком, которая сознательно работала в российских интересах. Тут другое. Она совершила очень серьезные ошибки политические, которые в Германии стали очевидными именно сейчас. Вот она пошла на строительство двух северных потоков. И, как оказалось, это и в экономическом, и в политическом плане была ошибка. Она думала, что Путин хочет торговать, а не воевать. Оказалось, что он хочет и, извините, бабло рубить в Германии. И воевать тоже хочет. И вот за это сейчас Маркель очень сильно критикует, даже в родной партии, в ХДС, ХСС. Очень много критики в ее адрес за те прошлые ошибки. Но ей бы, да, покаяться надо. Но вот, к сожалению, пока она работы над собственными ошибками не проделала. А жить ей хорошо и в Германии. Пенсия у канцлеров РГ, как выясняется, неплохая. Давайте ответим на второй блиц. Я напоминаю, здесь нужно продолжить фразу, которую предлагают нам зрители. Я собрал все фразы, которые можно заглавить, как «От чего боится Путин». И вот первая фраза такая. «Путин боится быть арестованным, потому что...» Продолжите фразу. Потому что Путин боится всего. Так, нечестно. Давайте более конкретно. Не-не-не, ну смотрите. Это именно так. Я же уже сказал. У Путина паранойя. Он боится смерти. Он боится, что закончит жизнь, как Каддафи. Об этом еще до начала войны России против Украины писали многие источники. Я думаю, что он боится и тюрьмы. Тюрьмы боится. Даже западной тюрьмы. Он боится Запада. Он боится российских генералов. Список можно продолжать до бесконечности. Поэтому я говорю... А мы сейчас продолжим. Путин боится предательства именно кого? Почти всех людей в своем окружении. То есть вот так вот можно поставить, как это, крутануть пальцем и сказать, вот тебя, и тебя боюсь. Смотрите, да. После того, как предал Пригожин. Ну вот как бы, да, теперь говорят, он не предал. Он на самом деле, он хотел добиться отставки Шойгу и Герасимова. Но по факту-то он пошел фактически на бунт против официальной российской власти, официальных порядков. Не против самого Путина. И как его назвал Путин? Он не называл имени Пригожин. Но он именно Навального никогда не называл в публичных выступлениях. Да, но он же сказал о предателях и изменниках. Вот получается, Пригожин де-факто стал предателем. А это, как раньше его называли, любили называть, повар Путина. И человек, который был очень близок к Путину. Ну, близок как не в полном смысле слова, а как бы получал от него разные выгодные подряды, а также наряды на разные грязные виды работ, но которые очень хорошо оплачивались. И вот этот человек, которого Путин, по сути дела, поднял, ну, может быть, не совсем из грязи, хотя в грязи он был, в тюрьме просто делал хорошо, да, но поднял его в российские князи почти в буквальном смысле. И этот человек посмел нарушить путинские порядки. Я думаю, вот после этого Путин теперь никому не доверяет. И до этого, я думаю, что он мало кому доверял или доверял не полностью, а теперь его паранойя почти тотально. Поэтому я уверен, что он никому не доверяет в полной мере. И, как говорят социологи, скорее не доверяет, чем доверяет. Путин боится, что умрет раньше, чем... Продолжите фразу. Раньше, чем он хотел. Он, наверное, хочет долго, да? Да, он же хочет жить долго, счастливо. Он хочет увидеть свои победы, поверженный Запад. А получается пока наоборот. И вот тут-то еще и появилось это, знаете, пока в виде привидения, вот эта черная дама с косой. Но только не с той косой, которая привлекает мужское внимание, а с косой, такой настоящей русской косой, которая головы рубит. Вот эта дама, черная дама со смертельной косой, вот кто его пугает. И я думаю, что она во снах Путину уже приходит. Вот этого он боится. Он рассчитывал на другое. А сейчас, видимо, звоночки со всех сторон звенят, что скоро уже тебя там ждут. Путин боится услышать это по телевизору. Тоже список большой. Значит, Путин боится услышать информацию о том, что он уже не президент Российской Федерации. Или о том, что с глубоким прискорбием сообщаем, что после непродолжительной, но тяжелой болезни ушел из жизни наш великий президент Владимир Владимирович Путин. Из телевизора он может услышать. Россия потерпела поражение в войне с Украиной. И российские представители вынуждены были подписать мирный договор на условиях Украины. Вот список таких неприятных новостей, я бы сказал, таких ночных кошмаров Путина, он может быть довольно велик. Там еще можно западную тему продолжить. Или вот он боится услышать, как ему ультиматумы предъявляют. И он вынужден будет их выполнять. Не он предъявляет ультиматум, как он любит делать, а ему предъявляют ультиматумы. Так что список может быть довольно длинный. Владимир, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика, хорошего вам дня и ждем победы Украины. Ждем. И надо не только ждать, но и делать для этого все возможное. Спасибо, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!